Всем привет! Мы очень давно собирались, но так до сих пор и не собрались. Поговорите о кавалерии нового времени, потому что мы все про рыцарей да про рыцарей. А ведь у рыцарей были вполне достойные последователи. Вот мы пригласили человека, который изучает этих вполне достойных последователей. Наш друг Сабир Якеев, который мой коллега-историк с одной стороны, с другой стороны мой коллега-реконструктор. Одной из его ипостасей является реконструкция пятого керасирского полка великой армии Наполеона. И он кое-что знает вот за этих керасир и не только. Привет, Сабир. Рад видеть. Привет, Клин. Давно думал тебя заманить к нам на канал, и вот мы здесь. Забегая вперед, одного из самых славных и достойных полков всей французской армии, как сказал действующий начальник штаба французских вооруженных сил. В смысле, современный? Современный. Ага. Ну, пятый керасирский имеет славную историю, мягко говоря. Гвардейских керасир не было, насколько я понимаю, во французской армии. Поэтому... В первой империи не было. Да. Ну, поэтому керасиры просто считались элитой тяжелой кавалерией, в принципе. Ну, и карабинеры, наверное, еще. На самом деле, планировали перед походом в Россию в 1812 году создать гвардейский керасирский полк. Даже знаменитый художник Жак-Луи Давид подготовил эскиз униформы. Да, я помню, точно было дело. Подготовил эскиз униформы, но когда дошли до вопроса расходов, сколько этот гвардейский керасирский полк будет стоить, Наполеон сказал так, стоп. Потом. Потом. Потом и не случилось. Я же так понимаю, у них в это время были большие проблемы, в том числе с качественным конским составом под тяжелую кавалерию. Были. Если мы говорим о подготовке похода в Россию в 1812 году, то Наполеон очень много лошадей закупал в Галштинии, в Ганновере, в различных германских государствах. Потому что во Франции, особенно после французской революции, к сожалению, с конским составом для тяжелой кавалерии было все не очень. Да, но это мы уже вперед забежали. По поводу похода в Россию, кавалерии этого периода, мы так сразу сказать ничего, наверное, не сможем, потому что неподготовленный зритель ничего-то и не поймет. Поэтому нужно начать сначала. Откуда взялась вообще эта регулярная кавалерия, которая потом воевала в разных войнах против антифранцузской, разумеется, лиги. Потом, как это ходило в Россию, которая воевала в битве при Дрездене, Лейпциге, при Ватерлоу, ну и так далее. К корням надо прильнуть. Если брать время, когда французская регулярная армия находилась еще не то, чтобы во младенчестве, но в юности, а именно 17 век, время правления славного короля Людовика XIV, он же король солнца. Который сказал «C'est à ce moi». Государство – это я. Специально, чтобы благодарные сограждане, если что, знали, к кому прильнуть. Так в эпоху Людовика XIV, славного, вся французская кавалерия делилась на четыре большие группы. Первая – это так называемая кавалерия военного дома короля Франции. Maison Militaire du Roi de France. Условно, можно обозначить ее как гвардейская кавалерия. Логика примерно такова. Вот ты, как медиевист, возможно, со мной согласишься. По еще глубоко средневековой европейской традиции монарх в своем королевстве воспринимался как хозяин дома и как отец семейства. А все его подданные, соответственно, его дети. По этой же традиции в Англии вот эта самая кавалерия, которая до сих пор у них красочная, рассекает на всех парадах, на всех государственных мероприятиях. Вот она до сих пор называется Household Cavalry. Ох, я ее видел в гайд-парке, помню, в 2005 году, кажется, я был первый раз в Лондоне. Решил я, конечно, просто прогуляться по гайд-парку, благо я о нем столько слышал, и никогда не был. А от гостиницы недалеко. Я прям утром вышел на моцион, я вдруг слышу, как знакомые звуки у меня из-за спины раздаются. Но этого нафиг не может быть. А там прям аж земля постепенно гудеть начинает. И вот там, наверное, эскадрон выехал. Ну, может быть, полуэскадрон много. Здоровенные вороные лошади, все одинаковые масти. Ну, ростом, наверное, ну, вот не совру, 168-170, наверное, в холке все лошади. Там мужики сидят, вот как я ростом. 6 футов плюс. Кирасы. Плюс каски с плюмажами. Каски с черными этими хвостами, с плюмажами. И все лошади идут рысью в ногу строго все просто. Вот как один. Я думаю, вот это я понимаю, стройная подготовка. Тут солдат это не заставишь в ногу шагать. А тут лошадей, которые по-русски не говорят, и вообще по-человечески, умудрились выдрессировать, что они на прогулке. На них никто специально не смотрит. На прогулке все в ногу скочат. Выглядит просто нечеловечески. Это просто высокодисциплинированные английские лошади. Да, все понимают. Вот таким образом, военный дом короля, это своего рода его личные отряды. То, что непосредственно относится к сакральной королевской персоне. Именно по этой же самой логике наши пенаты в этом смысле не были вообще никаким исключением. Потому что, если я помню, с 13 века дружина русских князей начинает именоваться двором. Раньше, конечно. Раньше? Еще раньше. В 12 веке уж точно слово дружина официального обозначения не имеет. То есть, ее, конечно, слово-то знают. Но все, что княжеское, двор, даже у боярина, двор, дружина, уже все не с 12 века. Ну, таким образом, здесь мы имеем дело с единой европейской традицией. Включая и, в общем-то, Русь, Россию. Ничего сверхординарного у нас в этом отношении не было. Итак, кавалерия военного дома. За ними идет так называемая жандармерия и легкая кавалерия. Легкая кавалерия именно что условно. В чем дихотомия вот этих двух, как бы сказали американцы, бранчей? Дело в том, что... Идеи 16-го, 17-го и большей части 18-го века являлась именно жандармерия. Потому что наследники ордонансовых родов. Именно так, наследники знаменитых ордонансовых жандармов, созданных еще в конце Столетней войны. А вот все, что не составляет жандармерию, это так называемая ля кавалерия лежах. То есть, легкая кавалерия, либо ее называли еще просто кавалерия. Она очень долго с тяжелой кавалерией не ассоциировалась вообще, хотя де-факто она таковой являлась. Ну и последняя группа это драгуны. Драгуны долгое время вообще жили отдельной собственной жизнью. И мало кого интересовали вплоть до уже, наверное, времен 7-летней войны Великой Французской революции. То есть, драгун изначально это мотопехота. То есть, едет на лошади, потом слезает с лошади, стреляет пешком, как обычная пехота. Потом что-то поменялось, и все-таки они стали больше кавалерией, чем пехотой. Это, скажем так, они окончательно порвались со своим пехотным прошлым уже ближе именно к наполеоновским войнам. Хотя эпизодические флэшбеки у них все-таки происходили. У нас-то просто весь 17 век, я имею в виду в России, весь 17 век, как драгун придумали и сделали, они были строго ездящей пехотой и в конном строю вообще в принципе не воевали. Вплоть до, наверное... До Петропирова. До Петровского времени. Да. Чтобы начать качественно новую жизнь, не надо по традиции дожидаться 1 января. Можно уже сейчас предпринимать решения, способные многое изменить. Вот, к примеру, недавно объявили о различных госльготах для IT-специалистов. Значит, можно попробовать самолично стать этим самым IT-спецом. Для этого можно записаться на курс профессия Data Scientist Pro от Skillbox. И всего через 9 месяцев сможешь претендовать на позицию джуниор. Зарплаты порядка 80 тысяч рублей. Через год практики уже и на мидл-специалиста, которому платят от 150 тысяч. Программу курса может освоить любой с нуля. На выбор предлагают три направления. Машинное обучение, дата-аналитика и дата-инженерия. Каждого участника будет сопровождать личный наставник. А изучать предстоит Python, SQL, Airflow и другие необходимые для работы инструменты. Плюс подарят годовой курс английского языка. Всего же предстоит выполнить 9 проектов, которые впоследствии попадут в твое портфолио. А по итогу Skillbox поможет с трудоустройством. Либо в случае неудачи вернет деньги. Первый платеж за обучение можно внести через полгода. Ну, а по коду CLIM дадут скидку в 50%. Ссылка, как обычно, в описании. Французская революция, как я уже сказал, внесла свои очень-очень весомые коллективы во французскую армию. Дело в том, что, как мы знаем, любая революция – это, безусловно, прогрессивные достижения, завоевание французской революции. Мы это все только приветствуем. Погоди, погоди, слушай, а вот вопрос наводящий и уточняющий. Вот четыре подраздела кавалерии. Вот, значит, королевская кавалерия, кавалерия королевского дома, жандармы. Просто кавалерия, одна же легкая кавалерия. Ну, драгонами более-менее ясно. А вот внутри этих самых трех первых подразделов, там внутри какие-то рода свои были, ну, то есть, как мы привыкли, киросиры, гусары, не знаю, уланы. То есть, или это у короля была кавалерия одного типа целиком на весь подраздел, соответственно, жандармы, все были жандармы одинаковые, как один и так далее. Или там внутри как-то все-таки подразделялось? Нет, внутри это, конечно, подразделялось, кроме разве что драгун, потому что внутри кавалерии военного дома были те же самые жандармы, просто гвардейские рота. Были там и знаменитые королевские мушкетеры, которые вообще-то репрезентировали в составе гвардии драгун как рот войск. Потому что по французской, да и не только французской старинной традиции, каждый рот оружия обязан был быть представлен в составе гвардейского корпуса. Драгуны имели свою репрезентацию в виде роты королевских мушкетеров, жандармы в виде жандармов и так далее. И внутри кавалерии тоже мы можем наблюдать деление, правда, оно уже более справедливо к 17 веку и в целом к концу 17 века. И вообще, если рассматривать французскую кавалерию как такое генеалогическое древо, то мы заметим, что множество родов кавалерии, которые стали к наполеоновской эпохе, например, уже самостоятельными, они ведут свое происхождение из вот этого вот как раз раздела легкой кавалерии. Ну, вот такой легкой кавалерии, конечно. То есть, вот то, что называлось просто кавалерией, легкой кавалерии, потому что она не являлась ни королевской кавалерии, ни жандармами. Нужно было как-то обзывать. Да. Причем до конца 18 века они считались именно легкачами в полном смысле этого слова, именно легкой кавалерией. Потом, конечно, все трансформировалось, забегая вперед, когда жандармерия постепенно ушла с исторической авансцены. Но вот до, вплоть до конца века такое вот несоответствие имело место быть. Интересно. Только и что дальше? Вот французская революция, достижение, которое мы приветствуем. Достижение, которое мы приветствуем. 18 век для Франции и для французской армии стал, я бы сказал, достаточно неоднозначной эпохой. Потому что вместе с блистательными победами французского оружия, которые обусловлены как героизмом французских солдат, так и воинским мастерством французов в этот период, мы имеем в это же время одновременно и целую серию, я бы сказал, тревожных звоночков для французской армии, которые явно сигнализировали о том, что что-то здесь не в порядке. Причем эти звоночки ведь не происходили единомоментно. Вот как французская армия вступила в 18 век, вот так они постепенно накапливались, противоречия копились, и в итоге таким, я бы сказал, холодным леденящим душем для французов стала, конечно же, Семилетняя война. Да. Очень сильным. С одной стороны выступили на 5 баллов, с другой стороны Семилетнюю войну-то по итогу они проиграли. Проиграли, и, насколько я помню, Семилетняя война привела к, если не самому крупному, то одному из самых крупных территориальных переделов уже в планетарном масштабе. Конечно, я считаю, вся Америка переделилась, то есть, вообще вся. Если мы посмотрим на карты первой половины 18 века североамериканского континента, то мы с удивлением обнаружим, что французских колониальных владений там больше, чем всех остальных. Кстати, мои знакомые, которые занимаются историей Франции, рассказывали, что те жители Канады, которые являются этническими французами, они вот себя до сих пор считают настоящими французами, потому что они как бы не имеют отношения к французской революции. Вот настоящая Франция – это то, что было до революции, такой канадско-французский аналог золотопогонников. Поэтому профессор Владимир Владимирович Шишкин, наш знаменитый медиевист, специалист по средневековой Франции, он нам рассказывал, что первое, что он увидел в аэропорту Монреале – это флаг бурбонов. Ничего себе. То есть, золотые лилии на белом поле. Да. Кстати говоря, вот тут есть очень такие прям схожие моменты. Вот приезжаешь, например, на Нормандские острова в Англию, это единственное место в мире, где я слышал английский язык, которого меня учили в английской школе, в советской, со всеми этими Шеллами, Уиллами, Вудами, Шудами и прочим. Потому, что так нигде давно уже не говорят. А вот там такое застывшее, матерое, прям вот до всех реформ и потрясений английское произношение. Просто потому, что они живут отдельно, и вот у них как бы тот настоящий язык, а вот все эти вот там на острове, у них уже язык-то не настоящий. Меня английский язык поразил в Манчестере, потому что у них там этот северный говор. Ой, это ужасно. Они вместо Раша, говорят, Руша, вместо Бат, Буд. Возвращаемся к семилетке. Точно. Вот все переделили, потому что вся центральная Северная Америка, это были французские владения. Канада, естественно, французские владения, там, за редким исключением. А потом раз, и вот все это англичане у французов отмели. Прежде всего, французы осознали, столкнувшись, разумеется, с кавалерией Фридриха Великого, мы о нем еще 300 раз будем говорить, потому что конница Фридриха, она задала эталон. Это прусская кавалерия, вдруг кто не знает, о ком мы говорим. Потому что прусская кавалерия, которую вышкалил Фридрих Великий, она не просто была лучшей в свое время, она задала эталон для всей кавалерии классического периода, то есть вплоть до середины второй половины 19 века. Вот, столкнувшись с кавалерией Фридриха Великого, французы ясно осознали, что им нужно проводить самые значительные преобразования в своей армии. Потому что кавалерия французов в Семилетнюю войну внесла в себе крайне много архаичных черт, доставшихся ей от эпохи еще как раз от Людовика XIV. В том числе, и, пожалуй, это самая главная архаичная черта, переизбыток линейной кавалерии. В противовес недостатку кавалерии легкой. Легкой, я имею в виду в полном смысле этого слова, то есть той кавалерии, которая ведет так называемую малую войну. То есть, всякие гусары, конные егеря и прочее. Жуткий недостаток. А у Просаков был Зейдлиц и доведенная просто до какого-то автоматизма как легкая, так и тяжелая кавалерия. С которой столкнуться, особенно в чистом поле, это исход для любого противника может быть крайне плачевным. Зейдлиц, если что, вдруг это один из самых знаменитых, а может быть самый знаменитый, прусский кавалерийский командир XVIII столетия. Я вот тут упомянул так называемую линейную кавалерию. Дело в том, что для кавалерии конца XVII, начала всей первой половины XVIII века справедливо деление на линейную и все оставшуюся. Для наполеоники эта классификация уже не совсем подходит, потому что линейная кавалерия, это, как ни сложно догадаться, кавалерия, которая действует в плотных, сомкнутых линейных построениях. Дело в том, что на начало XVIII века, когда еще не произошли так называемые реформы Фридриха, кавалерия далеко не вся исповедовала идеально ровный строй. Поэтому, если мы говорим о периоде войны за австрийское наследство, войны за испанское наследство, далеко не вся конница выдерживала идеальное ровнение. Поэтому французы взяли и осознали, что линейной кавалерии у них переизбыток, а легкой капитально не хватает. В итоге, в 60-е и 70-е годы французы провели ряд преобразований, после которых кавалерия их уже начала приобретать тот более-менее узнаваемый вид, как в униформе, так и в организационно-тактическом плане, в который она вступила уже в эпоху революционных и наполеоновских войн. В частности, сокращали постепенно изживавшую из себя жандармерию. И в итоге, к 1788 году, к последнему предреволюционному году, жандармерия как вид кавалерии исчезла полностью. Я сейчас на всякий случай переведу, потому что мы привыкли, опять же, я уверен, у нас есть подготовленные в историческом смысле люди, но они далеко не исчерпывают нашу аудиторию. Жандарм это не полицейский изначально, жандарм это он д'арм, то есть, человек вооруженный, человек с оружием, так называлась вообще вся тяжелая кавалерия Франции, всего средневековья, по крайней мере, позднего средневековья. То есть, это неважно, рыцарь, не рыцарь, если ты на большом коне в доспехах с мечом и с копьем, значит, ты жандарм. Вот и все. И исповедуешь тяжелый копейный бой? Да, значит, ты жандарм. А все остальные, кто не жандарм, это легкая кавалерия. Не совсем приличные парни. Не совсем приличные, может быть, даже вообще никакая не кавалерия, а просто какие-то люди на лошадях. Революционные войны внесли свои очень весомые коррективы. Но дело в том, что практически все великие победы эпохи революции – это победы пехоты. Пехота претерпела в эпоху революционных войн значительный количественный рост, претерпела значительные изменения тактика пехоты. Но кавалерия осталась практически на том же уровне. Даже скорее претерпела значительный регресс в том плане, что революция – это, безусловно, самые прогрессивные достижения, завоевание, свобода, равенство и братство. Мы это все, повторяюсь, очень любим. Но кавалерия – это крайне требовательный род войск. Она требовательна буквально до всего. А более всего до материального обеспечения, до конского состава, до фуража, продовольствия, вооружения. Это крайне требовательный род войск, который быстро нельзя создать. Седло, сбруи, вот это вот все. Всем кажется, что это просто... Ну, седло – это такая подушка из кожи. Ну, или, не знаю, кресло из кожи. Уздечка, железка и две веревки назад. Это не совсем так, мягко говоря. Это очень сложное изделие, которое при массовом изготовлении требует централизованных усилий. И эти централизованные усилия оборачиваются в деньги какие-то совершенно непредставимые. Да вот мы только что разговаривали, что французское тяжелое кавалерийское седло регламента 1786 года, оно только кажется простым, а на самом деле это целое инженерное сооружение, где все подчинено логике, рационализму и здравому смыслу. Ну, опять же, когда кавалерии у вас, условно, у вас есть там 6 тысяч рыцарей на всю страну, причем эти рыцари обеспечивают себя всем вооружением сами, то вы про седло даже думать не будете. Ну, тебе надо седло, ты его купишь. Где ты его достанешь? Ну, конечно, достанешь, потому что есть мастера, которым ты несешь большие деньги, и поэтому спрос родит предложение. А когда это обеспечивается централизованно, причем не на 6 тысяч рыцарей на всю страну, а на какие-то совершенно абсолютно другие цифры, то создание мастерских, которые будут шить себе седла, сразу потребует то, что под эти седла нужно будет где-то заводить мануфактуры, которые будут гнуть пряжки, делать заклепки, делать... В конце концов, где-то нужно добывать правильную кожу подо все это, то есть, вам нужны специальные скотобойни, где будут правильно заготавливать шкуры, ну, и все это накладывается, все это, как снежный ком, буквально каждое технологическое решение имеет за собой огромный хвост технологий, которые, в конце концов, так дойдут до крестьянина, которые пашут землю и всем выдают еду. И это всего лишь одно седло. Вот и получилось, что во время революции пехота количественно выросла очень сильно, то есть, сначала это были волонтерские батальоны, потом их стали объединять с старыми кадровыми частями... Амальгамирование это знаменитая? Да, это знаменитая амальгама, ну, вообще-то было две амальгамы, ну, в сути. Стали объединять волонтерские части с вчерашними королевскими батальонами. Таким образом родилась вот эта новая французская революционная пехота, которая одерживала все вот эти блистательные победы при Флюрюсе, при Арколе, при Лоде с генералом Бонапартом в Италии. Но, в любом случае, основную работу в революционные войны делала именно пехота. Кавалерия находилась откровенно на вторых ролях. И даже вот знаменитая карабинерская бригада, которая была в составе Самбрамаасской армии Журдана и выступала как такой элитный резерв главнокомандующего, вот даже она, насчитывая всего лишь два полка, она в стратегическом, глобальном смысле не могла решить абсолютно ничего. Она могла оказаться таким солидным подспорьем на поле боя, но решать какую-то глобальную задачу от двух полков, ну, это немыслимо требовать. Тем более полк, это же не пехотный полк в тысячу штыков, а это кавалерийский полк, сильно меньше числом. Да. В наполеоновские войны разброс численности кавалерийских полков был от 200 до 1000 человек. Ну, и среднее 450-600 человек. 600-600, это еще, кстати, неплохо. Да. Там-то после революционных войн, я уверен, что в этой кавалерийской бригаде полки были человек по 200. Ну, вот тебе пример. 14 июня 1800 года. Битва Примаренга, знаменитая победа Наполеона. И в немалой степени Наполеон обязан победе Примаренга не только атаке знаменитого генерала Дезе, который, возглавляя свою дивизию, погиб на поле сражения, но и атаке бригады тяжелой кавалерии генерала Келермана. В составе 2-го, 21-го и 22-го полков кавалерии, ну, так называемой кавалерии, кирасирских полков тогда еще не было. Так вот, эта бригада Келермана, она насчитывала на 3 полка 600 человек. Вот я и говорю, по 200 человек на полк примерно. В то время, когда австрийские кавалерийские полки были, во-первых, гораздо больше численности, там по 1000 человек, а во-вторых, у австрийцев мое почтение был конский состав. До сих пор вот та же самая, так называемая, испанская школа верховой езды, она испанская по своему стилю, а не по расположению, так-то она в Вене находится. Вот она до сих пор является одной из лучших в мире. Австрийская кавалерия в плане качества, это какой-то несравнимый уровень с французской кавалерией эпохи революционных войн. Она испанская, потому что Габсбургская была и Австрией, и Испания, и это долгое время была одна и та же страна, поэтому школа испанская называется. Ну, еще и испанские замечательные седла, которые лично я очень люблю. Почему-то среди современных спортсменов, конников их принято не очень недолюбливать, а мы, кавалеристы, испанские седла любим, потому что они для так называемой барочной езды крайне функциональны, удобны, и, вообще-то, это кавалерийское седло, которое восходит своими корнями к времени, когда кавалерия еще правила бал на полях сражений. Ну, это же их легкокавалерийское седло для хинетте, так называемых, если мы говорим про Испанию изначально. То есть, это не ясельное седло для жандарма испанского, а это более легкое седло, позволяющее всаднику более уверенно вертеться на спине лошади. С одной стороны, с другой стороны, это не просто подстилка из кожи, все-таки это серьезное седло со всех сторон. Именно так, но за некоторые трансформации испанское седло для кавалериста обеспечивает большую усидчивость, более глубокую посадку, что для кавалеристов 17-18 и 19 веков крайне важно. Еще бы. Так-так, у австрийцев была очень хорошая кавалерия, это, в общем-то, общепризнанный факт для конца 18-го, начала 19-го века. Так и мы имеем, насколько я понял, проблемы с тем, что революция, как ты к ней не относись, но вот в пик и в момент времени она обеспечивает, связанно непосредственно с проседанием экономики, делается меньше денег, а, соответственно, такой требовательный рот войск, как кавалерия, стало трудно обеспечивать. Да, для кавалерии, к сожалению, революционные войны стали регрессом. Кроме того, революция ударила по офицерскому составу, офицерский состав кавалерийских частей, это в большинстве своем представители служило и аристократии, это эмиграция офицеров, кто-то из офицеров попал под маховик репрессий, пусть они были несравнимы с масштабами репрессий 20-го века, но, тем не менее, они сказали свое веское слово, множество офицеров покинуло родные французские просторы, многие попали под преследование, и на их место приходили, прямо скажем, офицеры, которые, к сожалению, были не такого профессионального уровня, плюс наложившиеся, как я уже сказал, финансовые проблемы, плюс проблемы организационного плана, потому что в эпоху революционных войн французская кавалерия была дисперсно рассеяна по разным армиям республики, что, прямо скажем, только мешало ее эффективному использованию. Бонапарт это осознал сразу, несмотря на то, что он не был профессиональным кавалеристом, но... — Он был артиллерист. — Он был артиллерист. Кстати, артиллерия французская очень гордилась тем, что сам император вышел из наших рядов. Но, тем не менее, будучи артиллеристом, Наполеон прекрасно понимал те проблемы, которые стояли перед кавалерией, и в итоге, придя к власти в результате переворота 18-го Брюмера, он активно развернул свою деятельность, привлек весь свой административный организаторский талант, чтобы навести в кавалерии порядок. А порядок-то наводить, прямо скажем, следовало, потому что кавалерия досталась Наполеону в наследство от директории в, откровенно говоря, не лучшем состоянии. Вот я больше всего люблю пример с 7-м гусарским полком, который был далеко не самой худшей, прямо скажем, частью его французской кавалерии, но на 797 военнослужащих, там было, я сейчас точно могу, не помню все цифры, но около 650 сёдел, и на всю эту Араву, по-моему, 531 лошадь строевая. Прекрасно. Это невзирая на нехватки в доломанах, в униформе в принципе, в вооружении и так далее. Похоже на клуб реконструкции современный. У нас такое тоже, я помню, бывало постоянно, когда идёт какой-нибудь 6-й гусарский, двое на лошадях, остальные пешком. Не будем поминать наши косяки в реконструкции. Ну, тут то же самое, только большой клуб реконструкции получается. Но реконструкторы всё-таки, перед реконструкторами обычно не стоит задача защиты рубежей отечества, а вот перед этими-то людьми она как раз стояла. Ещё бы. Я имею в виду, так, по внешнему виду, вот той ситуации, которую ты описал, похожа на клуб реконструкции. И вот эти люди вынуждены были, как потом говорил Наполеон, выигрывать сражения без пушек, преодолевать, предпринимать форсированные марши без обуви, часто в буквальном смысле без пушек, без обуви, без лошадей. Вот эти люди были вынуждены отражать полчища феодальных интервентов, которые задумали задушить молодую французскую республику. Ну, я так понимаю, выехали во многом за счёт того, что этот революционный энтузиазм позволил привлечь ради небывалые контингенты в состав армии. Совершенно верно. Тот идейный энтузиазм, который высвободила Великая Французская революция, вот последний раз такое было ни много ни мало в эпоху только религиозных войн. Но религиозные войны, религиозные страсти к концу XVIII века угасли, а французская революция пробудила вот тот идейный порыв, который, не побоюсь этого слова, выстрелил и заставил сотни тысяч, в общей сложности даже миллионы людей, сражаться с каким-то яростным остервенением и раз за разом одерживать победы над небольшими, но высокопрофессиональными армиями европейских монархов, и причем армиями кадровыми, с высокой степенью обученности, с профессионализмом, но тем не менее эти армии были частично разбиты и частично остановлены тем порывом молодых французских юношей, которые еще недавно, еще буквально вчера, были представителями десятков, даже сотен мирных, вполне себе гражданских профессий. Ну, в общем, это такое только в революцию, пожалуй, что может быть, в принципе, потому что, если вспомнить Нидерландскую революцию, ну, кто такие были голландцы вот совсем недавно, это же просто нация торговцев и ремесленников, которые вообще-то не считались не то, что серьезным противником, а кем-то, кто даже теоретически может представлять из себя хоть какую-то военную силу, но они 80 лет прободали с испанцами, на секундочку. А испанцы немножко, прямо скажем, не последние люди на военной авансцене 16 века. Так точно. И вот, пожалуйте, Великая Французская революция. Потому что вообще непонятно, как они пережили, когда против них первая, вторая, антифранцузские коалиции, там армии Австрии, Пруссии, Испании, Савойского королевства, и они же все просто вот это ж, если взять только австрийцев и пруссаков, это ж топовые армии Европы, а значит и мира всего. Ну, скажем так, пруссаки, если верить, опять же, Клаузовицу, в его работе о кампании 806 года, пруссаки, конечно, со времен Фридриха к тому времени уже... Паптрепались. Немножечко подрастеряли, конечно, боевого запала, но все равно это кадровая высокопрофессиональная армия, где солдата, ну, собственно, прусская муштра стала именем нарицательным. Да, там доводили, да, полного автоматизма. Это же, собственно, при Фридрихе Великом в регламент ввели именно двухширеножный кавалерийский строй. Именно так. Почему я говорил о том, что к моменту наполеоновских... Вообще, к моменту наполеоновских войн, и в частности, в период войн революционных, в тактическом плане кавалерия не претерпела, в отличие от пехоты, практически никаких изменений. Это в идейном и, собственно, в тактическом плане оставалась вот ровно та же самая кавалерия, которую создал Фридрих Великий. А что такое кавалерия Фридриха Великого? Это, как мы уже справедливо указали, идеальный двухширеножный строй, который способен выдерживать идеальное равнение на любых алюрах, при любых перестроениях, и, что очень важно, по команде офицеров. Потому что, например, средневековый командир кавалерии мог отдать ровно одну команду. Вперед. Вперед. А, может, еще бежим. Ну, как правило, когда бежим, уже никакой команды не отдается. Либо в редких случаях. Очень часто вот те знаменательные преобразования, которые были проведены в кавалерии, очень часто их приписывают шведскому королю Густаву Адольфу. Да. Но это все-таки не совсем верно. Густаву Адольф — это, скажем так, еще первые шаги к той кавалерии, которая родится уже на полях сражений XVIII века. Да, Густаву Адольф начинает проповедовать идею, согласно которой кавалерия не должна вести огневой бой с пехотой, должна ударять в клинки, использовать свое главное преимущество, а именно маневр, и производить, как говорят французы, шахш-де-шок, то есть шоковые удары. Но, тем не менее, это еще не вот тот гигантский объем преобразований, который притворил жизнь Фридрих. До того, просто нужно пояснить, почему мы сейчас так про двухшеренжатый строй заговорили. До того, если мы говорим про наследников рыцарства, то есть раннего нового времени, 16-го века, там, начало 17-го века копейщики, всякие разные, это 4-5 шеренг в глубину, как правило. Как только появляются на поле боя рейтары, то есть стреляющая кавалерия, там может быть и 15-20 шеренг в глубину, то есть это очень глубокие колонны. Почему? Потому что рейтары, в отличие от джандармов с копьями, были обучены строю гораздо хуже изначально, просто потому, что у них были хуже лошади, сами они были, как правило, гораздо менее родовитые, или вообще никак не родовитые, это была непотомственная служилая аристократия, и поэтому сделать из них длинный развернутый строй, означало просто сразу гарантированно разрушить строй при атаке, потому что длинный строй сложнее выдерживать, чем короткий, ну понятно, у вас там гораздо больше звеньев, от которых зависит выдержка этого самого строя. Но ведь чем у вас глубже кавалерийский строй, в отличие от пехоты, тем он менее эффективен, потому что конница, в отличие от пехоты, не может наваливаться друг на друга плечами и просто массой давить вперед. Лошади это не объяснишь, потому что человек, солдат в пехотном строю, он может понять, что сзади находятся его товарищи, которые его и прикрывают, и его друзья, и вообще самые лучшие кореша на свете. Но лошадям такого не объяснишь, потому что если на лошадь начинают сзади напирать соплеменники, она будет отбивать задними ногами, придет в моральное расстройство, и вообще ей не объяснишь, что вообще-то не надо пугаться. Вот мы на тренировках в межклубном объединении «Кавалерия». Дима, привет! Вот мы регулярно проводим боевые тренировки с использованием как наших товарищей из пехоты, с использованием элементов исторического вооружения, как защитного, так и наступательного. Так вот, если сзади начинает маячить другая лошадь и подпирать ее, то она приходит в неистовство, она начинает волноваться, она начинает психовать, и это может очень плохо кончиться, начиная от того, что вы, если стоите сзади, вы можете получить... Копытом? Копытом, либо в вашу тыкву, либо в тыкву лошади, и вы можете просто поломать... Лишиться жизни легко. Лишиться жизни, поломать строй и перестать быть эффективным воинским подразделением. Вот так вот. А чем у вас уже строй, ну, чтобы элементарно выдерживать равнение... Тем его выдерживать проще. Тем его выдерживать проще, и при этом у вас одновременно может быть задействовано меньше бойцов. То есть, понятно, что если вы стоите широко, у вас, скажем, допустим, 100 человек будет одновременно, может быть задействовано в атаке. А если вы стоите 25 человек в шеренгу и 4 шеренги в глубину, или 8 шеренг в глубину, Но у вас одновременно сможет бить столько 25 человек. Это очень просто посчитать. Опять же, в пехоте это никакая не проблема. Просто потому, что пехота имеет некую слитную концентрированную массу. Которая может этой массой очень многие проблемы решить на поле боя. А конница не может. Это все сзади превращается в мертвый груз. Ну и добавить следует еще то, что, конечно, не совсем правильно представлять Рейтар как исключительно простолюдинов. В их рядах было большое количество служило аристократии. Но аристократия, что очень важно, которая финансово не могла потянуть службу жандармами. Потому, что жандарм это скорее вариант истребителя или ударного вертолета. Да, это говорят танк. Нифига это не танк. Это именно что истребитель или ударный вертолет. Потому, что это чудовищно дорого. И в закупке, и в содержании, и в обучении. Ну и соответственно, такие большие вложения чаще всего дают очень неплохие результаты. А Рейтара много. И там есть самое главное перемешку. Там тебе и просто людины, которые не являются потомственными военными. Там и потомственные военные сильно обнищавшие. И поэтому их невозможно было применять в тонких построениях. А вот потом постепенно это все сужалось, сужалось, сужалось. Как Сабир правильно заметил. Густав Адольф. Ну, конечно, не он первый. Но он первый именно что формализовал. Что так, все эти пистолетики оставьте для ближнего боя. Они все равно не дальнобойные очень. И имеют слабую пробивную силу на дистанции. Сразу галопом в клинки. Ну и потом уж, если надо, доставайте пистолет. Да. Тут еще важно отметить, что забегая вперед. Конечно, мы здесь обладаем послезнанием. Но все-таки, уже, наверное, вплоть до второй половины XIX века, то есть всю эпоху, так называемую эпоху классической кавалерии, кавалерия, которая делала ставку на огневой бой, особенно с пехотой, она оказалась проигрышной исторической картой. Потому что, используя огнестрельное оружие, кавалерия лишается своего главного преимущества. Маневра. Маневра. Как говорил наш товарищ Дмитрий Савченко, если ты в миле, в кавалерийской свалке, если ты, да и не только в кавалерийской свалке, на самом деле, если ты на лошади собираешься... Стоять на месте. Стоять на месте, не используя свое главное преимущество, то слезть с лошади, она тебе только мешает. Так точно. Вот, собственно, Фридрих Великий, сейчас мы закончим с этим двухсреднежным строем, в чем его класс. Он догадался и получил возможность мустровать солдат на конях до такой степени, что очень тонкий двухсреднежный строй стал выдерживать это самое построение на всех аллюрах, при любых заездах, маневрах и прочее. Таким образом, один полк одновременно мог выставить на поле боя в одном моменте максимальное количество бойцов. То есть, меньше делать его, то есть, еще одну шеренгу, это нельзя, почему? Потому что у тебя нету тыла. Должен быть тыл, или чтобы тебя прикрыть, или чтобы выставить бойца вместо павшего бойца. А вот две шеренги оказалось идеально в итоге. Абсолютно верно. Я бы еще добавил, существует такое мнение среди специалистов, особенно в интернете, что кавалерия, дескать, не могла выдерживать идеальное равнение на галопе в течение долгого времени. Ну, я вам так скажу, как человек, который иногда бывает верхом. Кавалерия? Кавалерии рознь. И галопу тоже рознь. Вот мы в Пятом Кирасирском, поскольку любим всякие эксперименты, мы на недавнем, ну, на крайнем Бородино попробовали выдерживать строй в течение долгого времени, и у нас вполне себе получилось. Да, конечно, мы довольно маленькое подразделение, и у нас всего 25 стройовых кирасир. Но, тем не менее, у нас получилось в течение порядка 700 метров, конечно, не на карьере, но на таком довольно активном галопе выдерживать практически идеальное равнение. А если к этому добавить, что мы все-таки реконструкторы, мы не профессионалы, мы занимаемся этим... Хобби-то. В качестве хобби и нерегулярно, то можно предположить провести некую корреляцию, как могли действовать и как могли быть обучены кавалеристы, для которых это было смыслом существования, смыслом их службы, и от чего зависела в том числе их выживаемость и успех в бою. А еще и лошади. Потому что у нас-то лошади на 90% это лошади, которые на, не а ты, это не ваши лошади, с которыми вы живете. А вот лошадь, которая проходит ежедневную муштру вместе с солдатом, это совершенно другой организм по сравнению с теми лошадьми, которых мы обычно используем. Да, совершенно верно. Кавалерийская лошадь, которая обучена и предназначена для ведения боевых действий, это совершенно не то же самое, что какая-нибудь средняя крестьянская лошадка. Это любое животное, оно должно быть в дрессуре. Потому что вот вы купили себе боевую собаку, или охранную собаку, как это называется, служебная собака. Она сама по себе просто собака с зубами. Она не умеет ничего их специально, вы не поверите, дрессировать. Надо, чтобы она правильно кусала за руку, там, грызла ногу. Если ее этому не научить, она этого делать и не будет. А лошадь то же самое. Если лошадь не научить ходить в одну линию со своими соседками, или там, соседями, совершать заезды и четко слушать звук трубы, так она и не будет ее слушать. Это все очень просто. Опять вперед забежим. В 1813 году произошел вообще хрестоматийно известный случай, который мы, реконструкторы Пятого Кирасирского, очень любим всем пересказывать и подружески над этим смеяться. В 1813 году Наполеон был вынужден свою кавалерию восстанавливать, опять же, после катастрофического русского похода. И вот это к вопросу о том, насколько важна обученность не только всадников, но и лошадей. Эскадрон Кирасир, находясь в Гамбурге в 1813 году, будучи на не обученных лошадях, которых буквально только-только поставили в строй, проходя мимо офицера, старшего командира эскадрона, решил, ну как не решил, это положено было, принял решение адсалютовать. Как выполняется команда Презенте Арм во французском, французской армии. Совершенно верно. Так вот, звук, вынимаемый из ножен стали, привел лошадей в неистовство. В итоге все лошади перепугались, разбежались в разные стороны, просто рассыпались. И эскадроны в итоге пришлось несколько часов собирать по окрестным... Оврагам. Оврагам, лесам, что у них там еще в Гамбурге есть. Это всегда чудовищно, потому что вот мы... Я давно уже специально на лошадях не езжу, но очень долго проездил, одиннадцать с лишним лет. И, в общем, ты являешься в силу регулярности занятий, в общем, высоко обученным, по крайней мере, как минимум, индивидуальным всадником. Вот ты приезжаешь в нашу средневековую показуху, где нужно изобразить нечто. И вдруг так получается, что лошадей тебе привозят не с твоей конюшни, а из непонятно откуда. И все. То есть, можете забыть про эффективные действия. Вы даже показуху не сможете сделать, не то, что там по-настоящему биться. Потому что лошадь, во-первых, видит человека в железе, и там только это... Оно брякает. Оно брякает. Оно звенит. Оно непонятно что. И, в общем, это каждый раз превращалось в какой-то просто анекдот и клоунаду. Но с этим парнем было еще тяжелее, я уверен. Им же, что лжить надо было. Для современных спортивных лошадей обычно самое страшное – это фильм ужасов «Пакетик», который шуршал. Пакетик, который шуршал. А у нас, извините, железки. И даже учитывая, что у тех же керасир, неважно, каких русских, французских на наполеоновскую эпоху, уже далеко, прямо скажем, не рыцарский комплект 15 века, но все равно это масса железа, которая издает постоянные шумы, которые лошадь пугают. Конечно. Оно блестит, во-первых. Потом все эти каски, керасы, что-то брякнет, звякнет. Плюс палаш на длинной перевязи, на кавалерийской, которую лошадь будет шлепать по заднице, когда ты поскочишь. Палаш еще в обязательном порядке ударяется о шпоры, а керасу постоянно бьется фляга, если она металлическая, то это дополнение. В общем, там истории просто масса. Где-то по сети гуляет видео, как мы скачем на фотографов. Фотографы остались живы, слава богу. И просто фоновый шум, который идет от даже десятки скачущих всадников, это что-то с чем-то. Могу себе представить. Нет, в смысле могу себе представить? Я неоднократно слышал. Что значит могу себе представить? Да. Мы сразу повинимся перед нашими зрителями. Мы постоянно делаем лирические отступления. Но свое оправдание. Все-таки заявлю, что европейская кавалерия это гигантская историческая традиция, гигантская историческая преемственность. И если мы не будем делать постоянные отскоки во времена Фридриха, во времена Людовика XIV, и даже в Средневековье, мы можем просто не понять, что представляла из себя кавалерия даже эпохи Наполеона. Как она вот, собственно, пришла в такое состояние. Поэтому без флэшбэка в данном случае не обойтись совершенно никак. Не, ну, тем более, что у нас разговорный жанр, нам положено отступать, так сказать, от непрерывности повествования. Это все нормально. Да. Так, в общем, где мы очутились? Мы очутились... Мы очутились в 1799 году, когда французская кавалерия насчитывала 83 полка. Два карабинерных, 25 так называемых кавалерийских. Это вот как раз те самые полки легкой кавалерии, которые легкой считались только номинально. Ну, кстати, к моменту прихода к власти Наполеона уже они считались вполне себе тяжелой, потому что, опять же, в результате преобразований пост-семилетней войны, примерно в 1779 году наименование кавалерия наконец-то заняло свое прочное законное место и начало ассоциироваться именно с тяжелой кавалерией. Соответственно, все остальные виды кавалерии, которые входили номинально в состав вот этой легкой кавалерии, они уже окончательно стали самостоятельными. Итак, 25 так называемых кавалерийских полков, 20 драгунских, немного, прямо скажем, учитывая, какую роль уготовил им Наполеон, 23 конно-егерских, если я не ошибаюсь, и 12 гусарских. Наполеон сразу же принялся за наведение порядка. Прежде всего, требовалось пополнить части людьми и лошадьми, требовалось подтянуть материальное обеспечение. В итоге, к 1801-1802 годам кавалерия постепенно начинает приобретать более-менее приличный вид. Тот вид, в котором она уже вступит в славную эпоху наполеоновских войн. Окончательно новую структуру кавалерии закрепил декрет от 24 сентября 1803 года. Теперь вся кавалерия включала те же самые два карабинерных полка. Карабинер – это вообще крайне интересная часть. Одна из самых узнаваемых частей. Из-за медленных керас? А, пока еще нет. Пока еще. До 1810 года нет. Итак, два карабинерных, 12 керасирских полков, 30 драгунских. Произошло значительное увеличение численности драгун. 10 гусарских. Гусар, наоборот, подсократили. И около 23 или 22 конно-егерских полка. К сожалению, точно не помню. Конно-егеря – это, как и гусары, легкая кавалерия. Они даже очень похожи в смысле своей униформы. Забегая вперед, это абсолютный функциональный аналог конных гусар. Я так понимаю, просто традиция сохранялась, что у вас есть конно-егеря, и поэтому их продолжали называть конными ягерями, а гусар-гусарами. Забегаем вперед. Оставим на большее. Хорошо, хорошо. Итак, новый декрет, новая структура кавалерии отражала в полной мере стратегические воззрения Наполеона на применение конницы как рода войск. Теперь у нас появились керасиры, которые, прямо скажем, возродились в составе французской армии, и которым была уготована роль полноценной тяжелой кавалерии, которые должны были в день генерального сражения прорывать боевые порядки противника, действовать как такой аналог бронетанковых войск, и в плотном строю, колено к колену, как говорят французы, бот-а-бот, бот-а-бот, сапог к сапогу. Вот в плотном строю, так чтобы человеческая фигура даже не прошла между двумя всадниками, на полном скаку, выставив клинки вперед, прорывать боевые порядки неприятеля, ломать, крушить строй, втаптывать в землю все, что перед ними находится. Вот это настоящий паровой каток армии, железные люди императора, как их стали называть. Кстати, почему я сказал, что возрождение керасир? Дело в том, что, ну, как мы знаем, керасиры получили свое название благодаря... И за керас. Благодаря остальным керасам, основному защитному вооружению. Но, дело в том, что к концу 18 века керасы, не только во французской армии, но в большинстве европейских армий, уже считались довольно архаичным видом защитного вооружения. И, прямо скажем, были серьезные сомнения в их целесообразности, целесообразности их использования. Но, революционные войны показали, что керасы еще далеко не исчерпали своего боевого потенциала. Они вполне себе еще несут свой прямой функционал. И от них отказались преждевременно. А отказались от них во французской армии почти полностью. Потому что к моменту революционных войн во французской армии оставался всего лишь один кавалерийский полк, который сохранял керасы в качестве защитного вооружения. Это, так называемый, полк керасирский керасирский. полк и то они оставили керасы скорее как дань традиции. Все остальные... Вот у них никого нет, а у нас будет. А у нас будет. Ну, мы же керасиры короля. На самом деле французы это вообще какие-то чемпионы по сохранению своих военных традиций. У них все вот эти названия керасиры, драгуны, егеря, гусары, они сохраняются до сих пор. У них есть до сих пор второй гусарский полк шамбаран. Я на них по спицынам запрещенный ныне сети инстаграм. Они ведут свой аккаунт. Они сейчас являются, по-моему, полком мотопехоты. Потом есть так называемый 13-й драгунский полк спицназначения. Есть 12-й керасирский. Есть 5-й керасирский в том числе. Так что 5-й керасирский полк существует во французской армии с 1653 года. И он создан именно как полк так называемой легкой кавалерии. И в следующем году у нас будет небольшой, но славный юбилей всего лишь 370 лет на службе Франции. 5-й керасирский получается прошел все важнейшие войны Франции, начиная от Людовика XIV и заканчивая войной в Индокитае. У нас последняя почетная надпись на знамени это как раз Индокитай 1946-й 1954-й. Индокитайская война правда мягко говоря нифига несправедливая и к революционным войнам не имеет никакого отношения. Вот в революцию они защищали свою родину, а в Индокитае они творили всякую безумную дичь на другом конце планеты. Вот тут мы их осуждаем строго совершенно. Но тем не менее само подразделение учитывая сколько оно прослужило. Это вообще 370 лет где вы такое еще видели. Да, между прочим многие знаменитые люди служили в 5-м Кирасирском полку. Вот например ближайший соратник генерала Деголя генерал Леклерк он молодым офицером выпустившись из Сен-Сира лейтенантом начинал свою службу тоже в 5-м Кирасирском. Потом в 5-м Кирасирском погиб потомок Иохима Мюрата принц Мюрат. Ну правда погиб уже если мне память не изменяет в 1915 году во время Первой мировой войны мы встретили эту войну как полноценный Кирасирский полк а закончили просто как усиленный полк пехоты спешеный усиленного состава но тем не менее так вернемся пока мы к реорганизации кавалерии при Наполеоне вот был только королевский кирасирский полк с кирасами раз и всем раздали да вот раз и всем раздали ну не раз а в течение примерно полутора лет раздали кирасы но тем не менее фокус в том что поначалу первые так называемые кирасы первого типа для французов послужили вот как раз старые еще королевского времени кирасы которые находились на вооружении восьмого кавалерийского ну он бывший королевский кирасирский в 1791 году когда все вот эти старые королевские наименования отменили полки получили сквозную нумерацию так вот королевский кирасирский стал восьмым кавалерийским а мы пятый кирасирский мы до этого были так называемым королевским польским а почему польский а это интересно Дело в том, что в 1653 году Пятый Киросильский был создан именно как частновладельческий полк. Опять же, в армии Людовика XIV были полки королевские, то есть режима Гояль, которые находились в собственности короны. А были так называемые полки частновладельческие, которые находились в собственности представителей французской аристократии. Какой-нибудь герцог Ангиенский, в силу того, что у него были денежки, мог на свои денежки снарядить себе полк. Именно так. Поэтому мы начали свой боевой путь именно как частновладельческий полк. Мы назывались кавалерийский полк графа Нажанского. Но в 1725 году наш полк поменял свое состояние. Мы стали королевским полком. Извините, пожалуйста, что я говорю «мы», просто я изучением истории этого славного подразделения занимаюсь уже почти 10 лет. И я уже как-то привык в отношении него говорить «мы». Прошу прощения. Профессиональная деформация. Что произошло в 1725 году? Молодой и любивший всяческие мирские наслаждения король Людовик XV решил жениться. Начинание благое. А жениться он решил на дочери Станислава Лещинского, французского претендента на престол Речи Посполитой. Это имеется в виду польский претендент на польский престол, которого поддерживали французы. В общем, наш человек. Вернее, не наш. Наш-то был август. Так точно. А Станислав был французским. Но, тем не менее, он, Людовик XV, решил жениться на дочери Станислава Лещинского, Марии Лещинской. И по случаю свадьбы решил преподнести своему будущему тестю подарок. Подарок в виде полка. И выбор пал на наш полк. Тогда наш полк был выкуплен в собственность французской короны. И был преподнесен в качестве подарка вот Людовиком своему тестю. Получил наименование полк короля Станислава. И в этом качестве участвовал в войне за польское наследство. Воевал на Рейне в 1733-35 годах. Но, как мы знаем, на престол Речи Посполитой взошел претендент, которого поддерживала Россия. Пожалуй, самый крупный внешнеполитический успех правления Анны Иоанновны. Что-то мы совсем далеко отскочили. Но ладно, сейчас. Взошел на престол Августа. И Станислав оказался вроде как неудел. Он получил титул короля Лотаринского. А полк был выкуплен, возвращен обратно в собственность французской короны. И с тех пор назывался королевским польским. Вот благодаря всей вот этой истории, связанной с польским престолом. Интересненько. Да. И герб у него представлял из себя серебряного коронованного польского орла с золотыми французскими лилиями. Тремя. И вот, значит, террасы всем раздали постепенно. Да. Мы никак не можем с террасы сдвинуться. Наконец-то возвращаемся к террасам. Керрасы раздали примерно в период 1801-1803 годов. Не всем в одно время, но тем не менее. В итоге 24 сентября 1803 года считается датой эдакого возрождения керасир в составе французской армии. Вот эта вся концепция Наполеона, концепция использования кавалерии в принципе, она заключалась в том, что кавалерия больше ни в коем случае не должна быть дисперсно, рассеяна по разным воюющим армиям, а должна быть сконцентрирована. Концентрация – это вообще самый, наверное, главный отличительный признак наполеоновского полководческого искусства и наполеоновского стиля ведения войны в принципе. Это уже после наполеоновских войн подытожит с теоретической точки зрения великий немецкий военный теоретик Карл фон Клаузовиц. Керасиры, как мы уже выяснили, должны были прорывать мощным таранным ударом боевые порядки противника, желательно в день генерального сражения, но не только. А за ними должны были следовать драгуны. Вот, собственно, причина, почему драгунские части были значительно увеличены количественно, в основном за счет, конечно, бывших кавалерийских частей, потому что драгуны должны были, опять же, крупными кавалерийскими массами следовать за керасирами, предваряя как бы наступление пехоты, вводиться в прорыв, занимать самые важные ключевые точки театра военных действий, способствовать общему успеху, действуя, опять же, крупными конными массами. И, это важно, если потребуется, удерживать те или иные ключевые точки в пешем строю. Почему, собственно, и драгуны? Да, потому что, опять же, как мы помним, драгуны не совсем распрощались со своим пехотным прошлым, условно пехотным, потому что создавались они как ездящая пехота. То есть у драгуны сохранились, ну, так скажем, карабины. Не совсем карабины, потому что с карабином во французском языке принято все-таки ассоциировать нарезное оружие. Мушкетон. Нет, мушкетон – это тоже другое. У них были специальные, так называемые, драгунские фузеи. Фактически, это была просто копия пехотной фузеи, пехотного ружья, но ровно на 10 сантиметров короче. Если пехотная фузея длиной 152 сантиметра, это 142 совершенно. А кавалерийский мушкетон, что такое мушкетон по-французски? Это дословно маленький мушкет или мушкетик. Он был длиной 114 сантиметров и состоял на вооружении легкой кавалерии. То есть как раз тех самых замечательных товарищей, конных егерей, драгун, а впоследствии шевлежер. Кроме кирасир, драгун и карабинер, как составной части тяжелой кавалерии, у нас имелись еще гусары и конные егеря. Дело в том, что в течение, как мы выяснили, второй половины 18 века, в течение всех революционных и всех наполеоновских войн, ощущалась все более возрастающая потребность в легкой кавалерии. И легкая кавалерия росла численно как во французской, так и в русской, так и в австрийской, во всех воюющих армиях. Потому что у легкой кавалерии, в отличие от тяжелой, гораздо более широкий функционал. Тяжелая кавалерия, несмотря на то, что на нее тратят огромные средства, ее готовят, это прямо, скажем, жемчужина в руках полководца, у легкой кавалерии гораздо больше задач, гораздо больше функционал. Это уже упомянутая нами так называемая малая война. Это разведка, это тыловое хранение, добивание, в конце концов, отступающего противника, действия на коммуникациях. Все вот эти бесчисленные задачи, они лежат на легкой кавалерии. Это, кстати, вот та самая причина, по которой кавалерийские полки по штату были ощутимо больше, чем тяжелые кавалерийские. Потому что легкая кавалерия, это в прямом смысле слова глаза и уши армии. И командиры легкой кавалерии вынуждены постоянно отсылать те или иные части, отряды из своих подразделений для проведения рекогнозировок, для разведки, для каких-то прочих подобных действий. И в итоге, если у вас будут одинаковые штаты у тяжелой и легкой кавалерии... Полка не хватит. Полка не хватит, вы просто растратите всех своих всадников, и вам не с кем будет выполнять основную задачу. В тяжелой кавалерии все-таки таких задач не стояло, тяжелую кавалерию не отрежали, обычно не отрежали для всяких мелких вспомогательных функций. А вот легкая кавалерия в этом отношении, это просто мечта полководца, как было сказано в фильме, атака легкой кавалерии. Да, это про нашу крымскую кампанию. Как мы немножечко подсбили спесь с английской аристократией. Ну, там скорее английская аристократия в лице своего командования проявила крайнюю токсическую тупизну. Он вошел не в ту долину. Да, потому что ехать под пушками сначала туда, а потом обратно, это такое себе удовольствие. Зачем он это сделал, это до сих пор непонятно. Там еще, правда, была при переводе какая-то дурацкая фраза, вроде, кавалерия не атакует пушки, что-то вроде этого. Я по-английски смотрел, я не знаю, что там было в переводе. В общем, кавалерия пушки атакует, просто не надо выпираться под перекрестный огонь двух русских батарей, у которых вообще-то еще имеется в резерве кавалерия, которая их в конечном итоге и прикрыла. Ну, в любом случае, легкая кавалерия без нее вообще никак, потому что киросиры тяжелые, лошади у них большие, очень дорогие. Посылать их на аванпосты какие-нибудь далекие, как микроскопом гвозди забивать, словом, не уровень. Киросиры, бывало, принимали участие в операциях на аванпостах и в операциях по разведке, но это было все-таки чем-то из ряда вон выходящим. И многие примеры подобного использования относятся скорее к реалиям испанской войны 1808-1814 годов. Ну, испанская война, в принципе, стала каким-то таким разрывом шаблонов, переворотом с ног на голову, потому что там легкую кавалерию использовали для... Ну, бывало, я не говорю, что всегда, но легкую кавалерию использовали для атак в стиле а-ля тяжелые. Киросиры использовали буквально, ну, очень часто, как легкую кавалерию для разведки. Драгуны там вообще отличились по полной программе своим этим универсализмом. Испания – это какой-то категорический нерепрезентативный пример. Хотя и долгий во времени. Очень долгий. Вот это вообще-то отдельный подраздел наполеоновских войн, который нужно рассматривать. Вот надо быть специалистом просто отдельно именно по испанской войне, потому что там черт ногу сломит. Я знаю буквально считанных людей, которые хоть как-то разбираются в этой испанской авантюре Наполеона. А это была именно что авантюра, которая вылилась в, я плохо с математикой, 6 лет, коровопролитнейшей, долгой, упорной, тяжелой и, самое главное, что крайне ожесточенной войны. И, конечно, это безумная ошибка Наполеона. Да, там он увяз, как следует, как американцы во Вьетнаме в свое время. Абсолютно. Да, ну, у нас помимо Керасир, Крабинер, Керасир, Драгун, Конохигирей и Гусар, там еще какие-то были кавалерийские части, типа... Были. Самое крупное, ну, такое, одно из самых крупных изменений в составе Наполеоновской кавалерии в течение Наполеоновской кавалерии в течение войн Первой империи произошло в 1811 году, когда ввели полки так называемых шевлежер-лансьер. То есть, то, что улада называется по-русски? То, что по-русски называют сауланы, они, конечно, по-французски шевлежер – это просто дословно легкий кавалерист или легкоконник, шеволежер, то есть, дословно, легкие кони. Легкие кони с копьем. Легкие кони с копьем. Дело в том, что, вот примерно как с Керасой, во многих европейских армиях пика в конце 18-го, начале 19-го века считалась очень архаичным оружием. Мы сейчас казаков наших родных не будем, для примера, приводить, потому что… Так это иррегулярные. Потому что они ирегулярные. А вот в регулярной европейской кавалерии пика считалась чем-то таким себя уже давным-давно изжившим. Даже в русской армии, собственно, уланы появляются только в 1803 году. И то это был поначалу только один полк, так называемый полк цесаревича Константина, который принял участие в войне Третьей коалиции, в битве при Аустерлице. Но в течение первого периода наполеоновских войн Наполеон был, прямо скажем, шокирован тем успехом, которое имела на полях сражений кавалерия, вооруженная пиками. Далеко не в последнюю очередь успехи казачьих частей, потому что пика в умелых руках, в руках умелого кавалериста – это, прямо скажем, грозное оружие. И Наполеон, будучи поражен этими успехами, решил, что и во французской армии, особенно в реалиях готовящегося русского похода, желательно было бы поиметь к себе тоже части, вооруженные пиками. В итоге в 1811 году создаются полки Швалижер. Создаются они путем перевода в это новое качество ранее существовавших уже на тот момент кавалерийских частей. Если я правильно помню, шесть драгунских полков было переведено в это новое качество, два полка конных егерей, нет, один полк конных егерей, и два полка улан Вислинского легиона. То есть поляки. Да, польских улан. Причем, если для всех остальных полков выработали новую форму, там были очень эффектные мундиры и очень красивые каски на античный манер с так называемой гусеницей, у них потрясающая форма, очень красивая. Но для вот этих двух польских полков решено было сохранить традиционную польскую форму, вот эти мундиры с лацканами и знаменитые польские квадратные шапки, рогатывки так называемые. И вот для этих новых частей была разработана французская пика кавалерийская, длина ее была 276 сантиметров, и для обучения привлекались польские инструкторы. Но все-таки пика это, как ни странно, полка о двух концах. Потому что умелый кавалерист с пикой это поистине страшная вещь, который долгое время проходил с ней обучение, но в руках неопытного кавалериста пика это скорее помеха. Во-первых, с ней ездить тяжело. Во-вторых, с ней тяжело ездить. Во-вторых, с пикой надо обучаться в течение гораздо более долгого времени, чем с саблей. Потому что сабля, либо палаш, неважно, любой клинок, он интуитивно понятен. И даже слабообученный всадник примерно понимает, что с саблей надо делать. И, соответственно, может нанести вполне ощутимый урон противнику. Тем более, что если вы в солнцем строю, там слишком много уметь-то и не требуется. Там скорее строй нужно уметь держать, а что ты этот палаш-то перед собой вытащишь. Ну, если тебя бьют, дураком нужно быть. Как ты его подставишь? Тем более, что в строю махать саблей крайне неудобно. Французы, в принципе, исповедовали именно укол. Потому что и французские тяжелокавалерийские палаши, находившиеся на вооружении у драгуны Керасир, и даже легкокавалерийские сабли, у них были, на мой взгляд, совершенно потрясающие, замечательные легкокавалерийские сабли, так называемые сабли образца 9-го и 11-го годов. Ну, это один из моих любимых. Замечательные сабли. Они имеют крайне слабый изгиб в сравнении, особенно, с польскими или венгерскими саблями. И это говорит нам в том числе о том, что даже сабли легкой кавалерии, которыми рубить вполне себе можно, но даже они были ориентированы именно на укол. Это вообще свойственно французской кавалерии, не только наполеоновского периода. Кавалеристы французские были обучаемы именно для нанесения уколов. Потому что колющий удар, призывая присоединяться к своему мнению, к мнению знаменитого кавалерийского офицера Дебрака, который оставил свои знаменитые наставления аванпосты легкой кавалерии, аванпосты легкой кавалерии, вот там он призывает солдат колоть, колоть как можно чаще, потому что колющее воздействие и по летальности превосходит рубящий удар. Человека можно, пардон, изрубить в капусту, но при этом он останется жив и может даже сохранить какую-то дееспособность. А для укола достаточно проникновения в ряде точек на несколько сантиметров для нанесения летальных повреждений. К тому же укол быстрее, укол не позволяет тебе настолько открыться, но я думаю, ты лучше меня это все знаешь. Ну, укол самое главное, что ко всему прочему для кавалериста укол не требует большой физической силы. То есть, он не настолько требователен к физической силе. Тем более, что когда у вас идет строй, эскадрон сотни рыл, выстроенных в две шеренги, и вы просто выставляете клинки вперед, как совершенно верно ты заметил, особых умений тут и не требуется. Потому что вы все прижаты друг к другу, если вы, конечно, сохраняете строй, а значит, у вас шанс атаковать противника ровно один. Вам нужно или рубить перед собой вот туда вот, чтобы, в общем, тоже много ума не надо. Но, скорее всего, вам нужно справа от лошади, от лошадиной шеи и головы, просто как можно дальше выставить вперед вооруженную руку. Получается, у вас, ну, такое клинковое копье, что ли, в руках. Палаш – это фактически копье, потому что общая длина французского палаша модели 2009 года – 113 сантиметров вместе с рукоятью. Да, большой. Там, конечно, потом ввели из соображений облегчение палаш на 5 сантиметров короче, но он получил крайне малое распространение. Фактически, в основном, воевали именно вот с этими огромными 100 с лишним сантиметровыми, не побоюсь этого слова, дурами, которые действовали просто как копье. Потому что большая часть французских кирасирских палашей даже не имеет как таковых следов заточки, потому что для колющего воздействия заточка, окромя там верхней трети клинка, просто и не нужна. Ну, там какая там верхняя треть клинка? Я передержал в руках, наверное, вот конца 18-го, там, первой четверти 19-го века палашей. Ну, не знаю, штук 300, наверное, за свою жизнь в оружиеведении и антикварном определении. Со следами заточки я видел два. Это были офицерские палаши, которые видно, что где-то там в передней третьей четверти в самом деле точили. И то я подозреваю, что просто офицер любил страшное фехтование там по-всякому и заставлял своего там денщика, чтобы он не разлагался, его это, ш-ш-ш-ш подтачивать. Остальные следов заточки не несли вообще. И более того, там же как, он из-под прокатного стана-то выходит этот самый палаш с некой площадкой, которую потом, ну, любое, любое клинковое оружие, когда куётся под заточку, там нет как таковой заточки. Там есть площадка под заточку, которая потом камнем снимается довольно легко. Так вот, даже площадка, как правило, не сточена. То есть, видно, что его даже не пытались никогда точить. А учитывая, что офицерские клинки – это вообще отдельная песня. Конечно, они же могли индивидуально его заказывать. Вообще, наполеоновская эпоха – это ведь только начало становления армии современного типа. И каких-то строгих уставов, где следовали бы до мельчайших деталей единому установленному образцам, о таком говорить фактически не приходится. Конечно, конечно. Лишь в самом общем выражении. А для укола даже, более того, острие точить не надо. Потому что вот то, что тебе сделают, у тебя просто уголочек будет там с двух-трехмиллиметровой площадкой. Это вот так достаточно, тем более на полном скаку, чтобы проколоть живую мишень. Не знаю, неважно, это будет там корова или человек на вылет. Более того, если посмотреть на пики, на наши казачьи, например, у них острие тоже неточеное. У них у всех слегка тупенькое острие. То есть, если его так в палец упереть и поколоть, ты себе ничего не проколешь точно совершенно. А вот когда это будет разогнано даже просто в руке, без приложения силы коня, хотя, конечно, его тоже нужно учитывать в обязательном порядке, это же кавалерийское оружие. Вот эта вот двухмиллиметровая площадка нанесет куда более страшную рану, просто потому что она будет крошить кости и рвать внутренние органы, мышцы, кожу. Именно не прокалывать, а рвать. Она страшнее, если она не заточена. Ну, правда, у некоторых наконечников пик все-таки была такая хитрость, они были кинжаловидные, и ими при желании можно было не только уколоть, но и рубануть. Ну, тогда это уже не пик, а копье, потому что пика не должна иметь лезвий на наконечнике. Ну, правда, уставло название всего пика, я понимаю. И этим, по-моему, как раз развлекались наши казачки. Так вот, к вопросу об использовании пик, они, прямо скажем, не прижились и не пользовались популярностью. Вот в этом отношении не так уж мало общего у русской и французской армии эпохи наполеоновских войн, потому что в начале XIX века была такая и в русской армии задумка, давайте-ка возьмем и вооружим первые шеренги гусарских эскадронов пиками. И ситуация практически повторилась, потому что получается, что в одно и то же время во французской и в русской кавалерии происходил такой эксперимент, приведший к одинаковым результатам. Что русские гусары, что французские шевележеры, которые вообще-то вчерашние драгуны, иконы егеря. Среди них пика не прижилась. Она пользовалась непопулярностью, от них избавлялись под любым предлогом, в отчетах могли написать что угодно, там, сломались, потеряли в бою. Сожрали мыши. Сожрали мыши, пришел брак с завода, утащил йети, ну, все что угодно. Лишь бы это не использовать. А ну, проблема с ними, конечно, я понимаю. А вот, представляешь, там почти три метра собой какую-то такую фигню таскать, с которой ты вообще-то не знаешь, что делать. Что с копьем нужно учиться годами на лошади. Просто вот годами натурально, чтобы она из помехи превратилась, наоборот, в оружие. А уж если посмотреть какие-нибудь наставления по обращению с пикой постнаполеоновского времени, то там от одного количества приемов и от того, как их надо исполнять, лично у меня просто волосы дыбом встают, и вообще, слава богу, что я с клинком имею дело, а не с пикой. Ну, там, в самом деле, там, чтобы вы понимали, даже с клинком, когда ты идешь на лошади, это удар гораздо более сильный, чем все, что человек может рукой изобразить. Ты идешь на мишень с клинком, при попадании в мишень, тебе нужно очень ловко, потом будет доворачивать руку, чтобы тебе кисть не выбила. Скорее, доворачивать корпус. Ну, там, корпус, руку, все вместе, чтобы тебе не выбила кисть. Но это клинок, вот он 113 сантиметров, общей длиной вместе с рукоятью. А пика 2,70 метра. Представьте, какой ловкости нужно обладать, чтобы у вас просто при попадании, куда вы там должны попасть, чтобы вам плечо не вывернуло к чертовой матери. Там не только плечо, там может просто выкинуть и седла. И седла может выкинуть запросто. Я помню, как я на турнире, уже давнишнем довольно-таки, попал по противнику, и все это привело к тому, что я выбил себя сам. А я такое видел. Даже опытнейший, супер, мега опытный кавалерист Арне Коиц из Германии. С замечательным каналом, но, правда, на котором редко публикуется видео. Ну, у него вообще очень интересный человек. Это в самом деле именно, что редкий случай современного профессионального кавалериста, который исповедует традиционные, там, средневековые, ранне-нововременные способы езды на лошади. У турнира Ристова Георгия он сам себя выбил из седла. Он отлично приехал к нашего друга Сережу Морозу и сам себя выставил из седла. Так удачно у него все получилось. И, опять же, еще к вопросу о том, что в кавалерийском бою, неважно, говорим мы о новом времени, говорим ли мы о средневековье, подчас такое количество всяких подводных камней, которые не видны непрофессиональному глазу, что просто диву даешься. Конечно, конечно. Опять же, у пехоты гигантское преимущество. Ты управляешь своими двоими ногами, и, в общем, все. А тут ты должен управлять и своими двоими ногами, потому что это очень важно, ноги для кавалериста. Своими двоими ногами нужно управлять так, как будто ты даже не ходишь пешком, а танцуешь. И плюс еще четырьмя ногами лошади. Ну, преимущество пехоты заканчивается, когда нужно болото ногами месить. Я вот помню, когда было так называемое ковидное Бородино, 20-го года, по нормам безопасности, нельзя было... Короче, Бородино без зрителей, фактически. Там пустили какую-то часть зрителей в наши интерактивные лагеря, но все было очень строго. Фактически можно говорить, что это было Бородино без зрителей. Шикарно. Абсолютно шикарно. И, пользуясь вот этим внезапно свалившимся на нас пиром во время чумы, мы решили провести не традиционное наше сражение по сценарию на плацтеатре, а мы решили провести за плацтеатром не то, что не сражение, а маневры с непредсказуемым исходом, с непредрешенным исходом. У нас были посредники, которые судили исход противостояния. И это, наверное, самое интересное Бородино за последние годы. Так вот, там кавалерия либо прошла в относительном комфорте, либо зашла с глубокого тыла, наша французская кавалерия. А вот пехота вынуждена была штурмовать реку, которая превратилась после нескольких дней переходов в натуральное болото. Потому что мы-то с кирасирами произвели обходной маневр и ударили по позициям русской армии с тыла. А изначально-то русские занимали позицию, обороняли переправу через реку, а французы, пехота вместе с пушками, они-то должны были ее штурмовать, выбивать русских с противоположного берега, то есть, переходить реку, принимая во внимание дожди, принимая во внимание, что мы несколько дней до того там тренировались и основательно там все подраздолбали, вот в такие моменты, конечно, преимущества пехоты имеют свойство заканчиваться. У всего, что есть плюс, у того есть связанный с этим ровно противоположный минус. Эта диалектика так работает. Так, мы дошли вот до чего. Кстати, вот последний пример с пикой, опять же, уже на позапрошлом Бородино, есть такой замечательный петербургский клуб Лейпо-Уральская сотня, ими командует замечательный реконструктор Алексей Андреев, категорически приветствую. Вот половину Бородино они отскакали с пиками, а потом просто поставили пики в стороночки и взялись за сабли, потому что неудобно. Даже для опытного всадника, которым, вне всякого сомнения, в обращении с пикой являлись русские казаки, в условиях плотного кавалерийского боя, в условиях ограниченного пространства, пика даже для опытного всадника, это, прямо скажем, очень неудобно. Да. Так вот, мы, значит, дошли вот до чего. Во время революционных событий кавалерия во Франции как-то так поистрепалась, Наполеон стал приводить ее в порядок, и вот у нас получилось в результате Карабинеры, Киросиры, Драгуны, Гусары, Егеля, Уланышева, Лежеры, которые получили некое вооружение, некий конский состав, и таким образом, вот у нас в общих чертах мы имеем дело с тем, с чем мы будем работать дальше. А именно, что же такое была наполеоновская кавалерия? Может быть, не только про наполеоновскую поговорим, может, про Людовика XIV подробнее поговорим, если ты умеешь про Людовика XIV говорить? Я совершенно точно помню, что так называемая резервная кавалерия или хозяйка кавалерия – это не изобретение Наполеона. Такой термин и, в общем-то, такая манера применения существовала еще во времена старого порядка и в XVII веке. Но при Людовике XIV, в том числе, не только при нем, кавалерийский резерв составлял, как ни странно, ну, как несложно догадаться, кавалерия военного дома плюс жандармерия. Они были сведены, если я правильно помню, в две дивизии и выступали главным, основным резервом в руках главнокомандующего. Если мы, ну, как мы помним, в сражении при Фонтенуа в мае 1745 года вот как раз кавалерия военного дома короля сыграла свою заметную роль, остановив, в том числе, атакующую английскую пехоту. Но что принципиально нового сделал Наполеон? Наполеон изменил именно стратегический концепт применения кавалерии, потому что кавалерийский резерв эпохи старого порядка, эпохи XVII и первой половины XVIII веков, он служил резервом исключительно в день генерального сражения, перед ним не стояло стратегических задач, а перед конницей Наполеона стояла цель решить глобальные задачи на всем театре военных действий, как мы в следующих наших выпусках обязательно увидим. Спасибо тебе, Сабир. Отлично, что я тебя заманил на наш канал. Будем следить за приключениями кавалеристов и дальше. На сегодня все. Всем пока.